МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города, обзор за неделю. В студии Яна Добровольская. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Кредитная кабала. Жители Ноябрьска погрязли в долгах перед банком. Почему? Итоговая аттестация. Выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. С чем новым столкнулись они в этом году? Точку ставить рано. Следствие по делу стрельбы в школе села Шурышкары и самоубийству подростков продлено. Какие версии рассматриваются? Северную столицу самолетом ЮТЕР расширяет географию полетов. И маленькими шагами к большой победе. Пловец Богдан Фасас стал чемпионом России. Почти четыре сотни вопросов были адресованы главе региона Дмитрию Кобылкину в среду от жителей округа. Губернатор провел прямую линию в эфире окружного телеканала. В своих ответах Кобылкин заявил, что Ямал готов оказать помощь присоединенной республике Крым. Обрисовал перспективы транспортировки ямальского газа на восток и ответил на злободневные для региона вопросы. А это переселение из ветхого аварийного жилья из-за предела округа, благоустройства городов и качества медицинских услуг. Было сказано и много слов благодарности, в частности за помощь детям, нуждающимся в срочных операциях. У меня есть такая возможность, я половину своей зарплаты перечисляю в детский благотворительный фонд. Сделайте то же самое. Я не говорю, отдайте половину, потому что у всех разные семьи. Мне просто столько не нужно. Вот моя семья, мы скромно живем, нам не нужны такие расходы. У нас в принципе все есть для жизни. Вот помогать этим детям, потому что чем ты больше там судьбы узнаешь, чем больше ты понимаешь, есть дети, которые они не могут ждать ни одного дня, ни одной минуты. И мы же теряем детей. Не жалейте, это такие расходы, которые вернутся обязательно и вашим детям, и вашим внукам. Спортивные объекты города, которые в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» возводят «Газпромнефть», проинспектировал начальник департамента регионального развития компании, депутат Тюменской областной думы Сергей Белкий. Первый объект – футбольное поле. Это уже вторая современная площадка с искусственным покрытием, которую строят в ноябрьский «Газпромнефть». Задача строителей, как и в первом случае, обеспечить футболистам комфортные тренировки на поле, а зрителям – удобные места на трибунах. Уникальность искусственного покрытия такова, что зимой поле легко можно трансформировать в каток. Причем на качестве искусственной травы эта процедура никак не отразится. Второй инспектируемый объект – многофункциональный спортивный комплекс «Авангард». Конечно, в первую очередь он предназначен для тренировок хоккеистов и фигуристов, но в перспективе на новой ледовой арене будут проводиться и занятия по шорт-треку. Тесно не станет и болельщиком. Трибуны разом смогут вместить порядка четырех сотен человек. Для информации, трибуны спорткомплекса «Зенит» рассчитаны на 320 мест. И что важно, удобные специализированные места здесь предусмотрены и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сдача этих двух объектов запланирована на весну 2015 года. Работы выполняются четко по графику, доложил Сергею Белкею подрядчик. 18 многодетных семей получат субсидии для улучшения жилищных условий в 2014 году. Реализация мероприятий, в рамках которых оказывается государственная поддержка таким семьям, в округе осуществляется по четырем направлениям. Тем, у кого 5 и более детей, 100% выплат от расчетной стоимости жилья. Индивидуальные застройщики с тремя и более детьми могут претендовать на 30%. Социальную выплату в полном объеме смогут получить многодетные семьи, усыновившие или удочерившие ребенка. Нелегальных мигрантов в городских кафе на неделе искала миграционная служба и прокуратура. В этот раз инспекция нагрянула в закусочную по изыскателям и не напрасно. Оказалось, что с документами не все в порядке. На момент приезда нежданных гостей хозяина на месте не было. Поэтому комиссия осталась здесь его дожидаться. И если факт нарушения законодательства будет подтвержден, ему грозит наказание. На данном объекте выявлены иностранные граждане, которые осуществляют трудовую деятельность. У них имеется на руках патенты у многих. Но патент дает право работать только на физическое лицо. А в кафе не может быть открыто на физическое лицо. То есть это индивидуальный предприниматель, либо ООО. Сейчас хозяин приедет и будем разговаривать. Взял кредит, а потом еще один и еще, чтобы погасить предыдущий долг. Судебные приставы Ноябрьска констатируют, в этом году число должников в городе бьет все рекорды. Только физические лица должны свыше 600 миллионов рублей. Почему люди попадают в кредитную кабалу? Кто такие кредитные маньяки? И какое отношение ко всему этому имеет постсоветский синдром? Выясняла Анна Новоселова. Судебные приставы открываются. Я понабрал кредитов, не рассчитал свои силы и дело доходит до суда. В общей сложности я должен около 2 миллионов. Это очень большие деньги для меня, просто неприподъемные. История Вячеслава Плоксенкова могла бы лечь в основу книги под названием «Как не попасться на удочку мошенников». Один знакомый предприниматель попросил мужчину оформить на себя кредит. Клятвенно обещал вернуть все досрочно, но спустя пару месяцев попал в списки без вести пропавших. Он здесь, на севере, но выцепить его невозможно. Телефонную трубку он не берет, не разговаривает, не дозвонится, не встретиться с ним я не могу. Теперь Плоксенкову остается только плакать. Колоссальный долг другого человека полностью лег на плечи отца двоих детей. У меня сейчас отбирают 70% заработной платы. Я получаю копейки. Ну, естественно, проблемы семейные, с женой. Надо детей отправлять на отдых, куда, на какие средства. На исполнении у ноябрьских приставов сейчас находятся 2000 производств по взысканию кредитных платежей. В общей сложности рядовые горожане задолжали свыше 600 миллионов рублей. У одного из должников в пользу кредитной организации долг составляет 100 миллионов 857 тысяч. Это один из. Это я имею в виду физическое лицо. Это не фирма, не предприниматель. Если должник не платит добровольно, приходится продавать залоговые имущества, рассказывает Юлия Трубченинова. В качестве гарантии, платежеспособности люди, как правило, указывают недвижимость или транспортное средство. В прошлом году приставы арестовали и выставили на продажу 4 квартиры. В этом продали двухкомнатную на улице Дзержинского. Ее хозяйка заняла несколько миллионов рублей. Ответственность людей практически ее сейчас нет. Гражданскую я имею в виду. С молотка уйдет и единственное авто Вячеслава Плоксенкова. Судебные приставы приехали к мужчине вместе с оценщиком автомобилей. За Матис сокрушается должник не выручить больше ста тысяч, а на нем висит 2 миллиона рублей. Хозяева этого дома назанимали в разных банках полтора миллиона. Таких людей эксперты называют кредитными маньяками. Взял кредит в одном банке. Вроде все нормально, выдали быстро, получил желаемую сумму. Обратился в другой, получил в другом и пошел по всем банкам. Юрист Олег Головченко считает, что виной всему психология постсоветского человека. Наши люди до сих пор не могут привыкнуть к разнообразию товаров. Хочется купить все и сразу. И зарплаты, естественно, не хватает. Потребительские кредиты, которые у нас выдаются на сегодняшний день сплошь и рядом, в гипермаркетах, в которых находятся у нас сотрудники, представители банков различных. И в тот момент, когда человек, так скажем, приходит в его магазин, у него широко глаза раскрываются на великолепные товары, ему хочется немедленно их приобрести, в то время денег нет, сзади ему тут подходит, говорит, а вот тебе кредит, пожалуйста, возьми, несмотря на то, что там 36-50% годовых такое бывает. Быстрые займы выдают и в ноябрьске. Такое объявление висит в одном из городских подъездов. Звоним по указанному номеру, чтобы узнать, дают ли деньги безработным. Рынок кредитов, полагает юрист Головченко, власти должны взять под жесткий контроль. Сомнительные лавочки необходимо прикрывать, а банки обязывать ужесточать требования к заемщикам. Но прежде всего, сами люди должны реально оценивать свои возможности. Ведь рано или поздно платить по счетам все равно придется. В целом на каждого россиянина по статистике приходится 200 тысяч рублей кредита. А каждый десятый кредитов имеет по 5 и более. И как показывает практика, за новыми суммами в банке люди идут для того, чтобы закрыть старые. Доцент кафедры финансово-денежного оборота и кредита Тюмгу Ирина Перминова советует. Для решения финансовых проблем, особенно семьям со средним доходом, в долговую кабалу от банков лучше не попадать. Ежедневно подводить, подбивать итоги своих расходов, выявляя незапланированные покупки, неэффективные, от которых можно избавиться, но и стремиться жить по доходам. На мой взгляд, кредит – это тот же айсберг, трону в который можно отправиться в кругосветное путешествие. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Северную столицу самолетом «ЮТЕЙР» расширяет географию полетов. И маленькими шагами к большой победе пловец Богдан Пасас стал чемпионом России. Редактор субтитров А.Семкин